МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здарова! Ты смотришь Тойстер, как бы странно это не звучало. Просили Фортнайт, вот вам Фортнайт. Вот такая фигурка со скином Омега. Причем это как бы эпический, а даже легендарный наборчик, потому что, смотрите, у него оранжевая вот такая вот окантовка. Если помните, у предыдущего набора, который я показывал, была фиолетовая упаковка. Это был, собственно, эпический, а это легендарный. Также это, я так понимаю, наборчик по четвертому сезону, потому что здесь, во-первых, есть скин Омега, во-вторых, здесь есть стрит-стайл зонтик, который появился как раз-таки в четвертом сезоне. Стоит такая фигурка дорого. На старте продаж она стоила порядка 2000, сейчас стоит 1600 вроде. Ну, потому что это как бы легендарка. Ну, ничего не поделать с этим. Фортнайт весь стоит дорого, поэтому ныть по этому поводу абсолютно бессмысленно. Но я специально для этого канал и создал, чтобы показывать вам всякие штуки, которые, может быть, и не стоит даже покупать. Тем временем распаковываю коробочку, и давайте же взглянем на фигурку. Все-таки, поскольку это легендарный набор, здесь и предметов чуточку больше. Помимо фигурки и одного оружия ближнего боя и доски, тут еще есть, как я сказал, зонт, который собирается из отдельных деталей, из трубы и верхушки оружия ближнего боя. Есть рюкзак для Омеги, есть автомат и есть одна дощечка, которая может использоваться как подставка. Так. Воу. Ну, фигурка, кстати, неплохая. Так, только вот один вопрос у меня к этой фигурке. А, все. Вопрос отпал. Что у нас здесь по подвижности? Ну, в принципе, по подвижности здесь все достаточно очевидно. Рука сгибается в локте только в одном соединении, но при этом вот так вот вращается. Кисть вращается. Рука в плече поднимается и крутится. Торсик очень хорошо сгибается. Смотрите, как классно он вообще. Очень подвижный торс. Голова. Так. Голова опускается, наклоняется и вращается. И ноги. Ноги могут вбок, ноги могут вверх-назад. Вращаются вот здесь. Колено двойное, к счастью. Но вот эта штучка сзади очень сильно мешает сгибать ногу нормально. Ну и, конечно же, стопа тоже на шарнире с трещоткой. А, да, еще и в поясе подвижен. Очень много точек артикуляции. Это, конечно, огромный плюс для подобных фигурок. Рюкзак. Вот такой вот он. С карабинчиком. Огромный. Походный, я бы даже сказал. И с какой-то, видимо, рацией. Вставляем его сразу фигурке в спину. Вставляется плохо из-за того, что он мягкий. Ну ладно, вроде держится. Так, далее. Пуха. Пуха здесь, а золотая вот такая. Золотющая пуха. Ну, по-моему, у меня такая в чемодане. Точнее, не в чемодане, а в сундуке уже есть. Кирка для ближнего боя. Милишная. Ну, и для построек тоже. Вот такая вот она. Кстати, красивая. Но она, я так понимаю, под стиль этого костюма выполнена. Единственный у меня, пожалуй, вопрос к этому костюму, такой вот серьезный, который уже явно никак не развеется, это то, что почему его сделали именно красным? Почему не оранжевым? Почему не фиолетовым? Даже на коробке, смотрите, он показан с оранжевым свечением. Ну, оно у него может переливаться и разным цветом светиться. Но почему именно красное? Этот цвет, типа, был самый яркий? Да фигня. Если бы сделали фиолетовое или голубое, было бы гораздо лучше. Зонтишка. Зонт, в отличие от других предметов, достаточно твердый. То есть, это такая цельная деталь. Плюс на нем есть красивый принт стрит-стайл. Разные граффити, надписи. Может быть, кто-то что-то тут разберет и сможет даже прочитать. Особо не разобрать, мне кажется. Рукоятка сделана из какой-то трубы. Тут даже вентили есть. Его также можно закрепить вот так в руку. Оп. На случай дождичка. На случай дождичка. Так. И автомат в руку, я полагаю, крепится, да, максимально хорошо. Собственно, вот. Долго, думаю, рассуждать по поводу фигурки не стоит. Вы и так все можете прекрасно рассмотреть. Сейчас я еще немножечко дополнительно покручу и, в принципе, на этом можно заканчивать. Нравятся фигурки Fortnite, нравится распаковки фигурок Fortnite, то поставь лайк. Напиши комментарий, что думаешь по поводу этой фигурки сегодняшней. И, конечно же, подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы новые видео в том числе не пропустить. На этом уже точно все. Ты смотрел Тойстер. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok